Доброе утро! Школьник из Нефтьюганска Святослав Бравков стал лучшим в блоке космическая робототехника «Роверы» на всероссийской космической смене дежурной по планете. В этом году школьников со всей страны принимала Казань. В течение двух недель ребята разрабатывали устройства для ракеты луноходов, собирали станции приема данных и многое другое. Все подробности узнаем у победителя. С нами на прямой связи Святослав Бравков. Доброе утро! Доброе утро, Святослав! Доброе утро! Поздравляем вас! С победой! Скажите, вы в космические инженеры метите? Или почему попали на это? Я хочу поступать на инженер-конструктора. Роверы – это же, насколько мы понимаем, вездеходы, да? Да, предназначены для проезда на различных верхних рельефах, поверхностях. Выполняют различные функции. Основной нет. Некоторые роверы предназначены для исследования территории, некоторые для наблюдения, некоторые для собирания каких-то ресурсов на поверхности луны, допустим. Если говорить про ваш ровер, скажите, пожалуйста, чем он уникален, чем он отличен от других? У него больше колес, больше проходимости или больше функционал? Ну, у нас там не было задачи собрать ровер, у нас была задача собрать полезную нагрузку. Полезная нагрузка должна была выполнять поставленную задачу. То есть у нас задача была, чтобы ровер мог открыть дверь на базовой станции, извлечь питательный элемент, батарейку оттуда и поставить ее на зарядку. Скажите, нужно ли было заявляться с какой-то готовой разработкой или все происходило на месте во время смены? Смотрите, можно было взять 3D-модель с второго этапа конструктором и доработать ее. Но я делал полностью новую, потому что моя модель с второго этапа не подходила. А как давно вы вообще занимаетесь разработками? Когда стала интересна эта тема? Освоение космоса, да? Ну, вообще, два года назад, скорее всего, потому что я тогда в конторе начал ходить. А роверами начал заниматься только в осени 2023 года. А как попали на эту смену? Это была какая-то собственная инициатива? Надо было пройти отбор. Первый и второй этап. Первый этап там было два теста и 3D-модель. И во втором этапе была только 3D-модель, но там более сложная была задача. Святослав, мы знаем, что проекты оценивало жюри смены, среди которых были и эксперты Роскосмоса. Волнительно, наверное, когда такие люди по достоинству оценивают вашу работу? Да нет. В том году я тоже был на лишнем планете. В том году еще что-то волновался. Но в том году я стал призером, в этом году был победителем. В этом году вы уже не сомневались, что вы победитель? А в следующем году уже все, выводка на орбиту, я думаю, будет. А в следующем году уже можно будет жюрить. Скажите, дальше планируете все-таки заниматься вот этой аэрокосмической отраслью после окончания школы и так далее? И посвятить себя полностью вот этому? Да. А еще мы слышали с Никитой, что во время смены вы участвовали в сеансах связи с реальными космическими аппаратами на орбите Земли. Это правда? Я не помню. Вы не помните. Все прошла, видимо, вся смена прошла в обучении и в разработках. Но это нормально. Ну, хорошо, чтобы все закончилось хорошо. Ну, у нас были лекции, нам рассказывали про спутники, роверы, радиосвязь, как работает, кто придумал, как давно, зачем используется. Все было максимально полезным и, безусловно, пригодится вам, конечно, в дальнейшей жизни. Спасибо, да, за содержательную и очень увлекательную беседу. Большое спасибо и хорошего дня и разработок. До свидания. До свидания.